Пленарного академика Российской Академии Наук Сергея Борисовича Середенина, одного из ведущих фармакологов не только России, но и мира. Спасибо, Павел Билославович. Глубоко уважаемые коллеги, дорогие мои друзья, я, во-первых, позвольте поблагодарить физиологическое общество Михаила Аркадьевича за высокую честь прочитать фармакологическую лекцию на таком достойном собрании. И в соответствии с указаниями Михаила Аркадьевича я вывожу четыре направления своего доклада. Это демонстрация, ну, упоминание об основных источниках построения фармакологических гипотез, физиологические основы фармакодинамики лекарственных средств, фармакологически активные вещества как инструмент физиологических исследований. И, если останется у меня возможность и время, я хотел бы продемонстрировать некоторые наши разработки, которые очень интересно трансформируются от фармакологии в физиологию и с физиологии в фармакологию обратно. Такой вот путь. Итак, какие подходы, откуда вообще берутся лекарства и средства? Я бы выделил три основных направления. Это первое. Ориентация на известные активные соединения. Традиционные. Этим исследованием, этим соединениям уже многие тысячи лет. Второе направление, очень важное. Это ориентация на эндогенные соединения. То есть, это полностью, так сказать, то, что сделано в физиологии, то, что открыто физиологами. Это идет как материал для дальнейшей трансформации в фармакологические препараты. Ну и третий подход, наиболее современный, сегодня существующий, это мишеньориентированный подход. Если говорить о традиционных, я просто приведу несколько примеров, скажем, такие вещества, как морфин или экстракт кориева, потом ставший аспирином. Ну, известны еще из шумерских книгописей, известны они из египетских всяких манускриптов. Вот. Ну и вот хочу просто вам показать. Вот морфин тот же, который был много лет известен. Но он дал очень новые, большие знания для физиологии. То есть, благодаря тому, что был морфин, благодаря тому, что он изучался механизм его действия, фармакодинамика, были открыты рецепторы опиатные, ВЮ, Дельта, Капа, нацицептивные рецепторы. Каждый из этих рецепторов был охарактеризован с точки зрения тех физиологических функций, которые реализуются через леганды, связанные с этим рецептором. Но и, в свою очередь, вот от морфина, как традиционного препарата, к физиологическим исследованиям по рецепторике появились новые переходы к фармакологии. Ну вот, я должен сказать, скажем, что на базе анализа взаимодействия агонистов, агонистов, антагонистов, парциальных агонистов, морфиновых рецепторов, опиатных рецепторов, выдающийся санкт-петербургский фармаколог, который поддерживает уровень фармакологии отечественной в соответствии с мировым уровнем, известен во всем мире, профессор Эдвин Эдуард Звартау, создал новый анальгетик, который максимально, так сказать, проявляет анальгезирующие свойства и минимизированы у него побочные эффекты. Там нарушение дыхательства, зависимость и прочее. Вот это один из таких переходов. Ну, еще один пример из этого же. Вот ацетилсалициновая кислота, аспирин. Тоже известен тысячелетие. Но последние годы выяснение механизма в действии аспирина ацетилсалициновой кислоты позволило установить, что он является ингибитором циклооксигеназы, и его теперь применяют как профилактическое средство для сердечно-сосудистых заболеваний, всем известен кардиомагдил и все прочие препараты. То есть аспирин используется не только как жаропонижающее средство, но и как профилактическое средство в кардиологии. Но при этом выяснение механизма действия аспирина открыло целый класс новых лекарственных средств. Это нестероидные противовоспалительные препараты, всем известные диклофенаки, бруфены и прочее. Опять переход от традиционного соединения к выяснению физиологических механизмов и к открытию новой фармакологии. Если говорить о примерах использования эндогенных соединений, я могу привести пример разработки препарата Эльдофа. Но всем известно, что болезнь Паркинсона связана с гибелью нейронов дофаминологических негастреатной области, потери этих нейронов, утраты дофаминологической передачи. И все фармакологические идеи, касающиеся лечения болезни Паркинсона, до сих пор сводились к тому, как обеспечить, усилить эту дофаминологическую передачу. Хотя, в общем, это не самый лучший путь, потому что, с моей точки зрения, больше значений должна иметь цитопротекция. Но в данном случае я просто хочу показать, как наиболее активный, наиболее используемый препарат Эльдофа для лечения болезни Паркинсона, вот откуда он взялся. Это предшественник дофамина, вы все хорошо знаете эту схему, тирозин и так далее, до катакуламинов. Вот предшественник дофамина Эльдофа используется как средство лечения болезни Паркинсона. То есть это вот пример ориентации на эндогенные соединения. Еще один пример ориентации уже на конкретные мишени. В данном случае речь идет о ферменте, о ферменте ключевом, о ферменте, который, простите, который является ради ключевых этапов синтеза холестерина. Вот ингибиция этого фермента, она позволила создать класс статинов, которые применяются широко для профилактики атеросклероза. Это мишень-ориентированный подход. Сегодня, сегодня развитие технологии и техник позволяет в мишенях, которые мы предполагаем возможны для легандного взаимодействия, возможно получать их трехмерную структуру и совмещение методов рентгенов, структурного анализа и РГМР позволяет выделить структурные элементы, легандо-связывающие участки и методами докинга, компьютерного моделирования предположить, какие леганды могут взаимодействовать с этими участками. Этот метод, подход широко используется. Так были синтезированы ингибиторы для лечения ВИЧ-инфекции, ингибиторы, наверное, мединазы. И вот в данном случае просто один из модных белков, сейчас сигва, так называемый рецептор, я о нем потом буду говорить, вот здесь показано, как для него найден методами, современными аналитическими, гипотетический леганд. То есть этот подход, когда создается на компьютере структура легандо, потом она, так сказать, воспроизводится многочисленными синтезами, проводится скрининг, и в итоге выявляется лидерное соединение, которое может стать в конечном итоге лекарством. Но если говорить о физиологических, основных, фармакологических эффектах, то, конечно, нужно прежде всего говорить о рецепторных образованиях. И вот качество рецепторных образований здесь разные, есть, так сказать, подходы к классификации. Некоторые выделяют специалисты качества рецепторных образований, те белковые структуры, которые имеют возможность делегандного связывания и сопряжены с системами трансдукции. Некоторые считают рецепторами также и рецепторные участки, скажем, ферментов, каких-то других белков. Но я сейчас расскажу о том, какие основные типы рецепторов используются в фармакологии. Ну вот, скажем, наиболее простые для фармакологической регуляции рецепторы это ионные каналы, которые, ну, осуществляют практически все интегральные физиологические функции, дают трансмиссии, здесь и сердечные проводимые мышцы, и сокращение секреции, многие другие здесь не указаны. Но они, ионные каналы, могут регулироваться различными способами. Ну вот, для фармакологии актуально леганд, регулированный рецептор. В качестве примера я привожу сетилхогидовый рецептор, который состоит из пяти субъединиц. Без леганда это закрытое состояние рецептора. Взаимодействие с легандом открывает рецептор и возникает ионный ток. Также устроен гамка рецептора, гамка рецептора. Также имеется кальциевый канал для квадаб-ДА рецепторов. То есть это вот леганд управляемые каналы. Хотя ионные каналы, потом мы об этом еще будем говорить, могут регулироваться и другими эндогенными активаторами, вторичными мессенджерами. Ну вот, наиболее распространенный и фармакологически, что называется, акцептированный тип рецептора, это рецепторы, связанные с джи-белками. Их известно более тысячи уже, известно более тысячи генов, контролирующих образование этих рецепторов, синтых этих рецепторов. Что они из себя представляют? Значит, это гликопротеиды, которые имеют семь доменов внутриклеточных, образованных петлями, и они имеют экстраклеточный участок, который связывается с легандами, хотя связывание возможно и внутри бембраны с некоторыми легандами, и имеют внутриклеточный участок, который при легандной активации связывается с джи-белками. Джи-белки – это вот есть такие три субъединица альфа, бета и гамма, и суть процесса легандного взаимодействия, лекарственного препарата, либо эндогенного леганда, заключается в связывании рецептора с легандом, активации рецептора, и эта активация вызывает замену аденозин-дифосфата на гонозин-трифосфат, то есть идет активация вот этого комплекса альфа, бета, гамма джи-белков, и идет после этого отделение альфа-субъединица этих джи-белков, которая является фактически тем мессенджером, который передает сигнал на эффектурные молекулы. Ну, в частности, можно говорить о самых разных эффектурных молекулах, вот прежде всего можно говорить об активации, о пути, связанной с активацией аденозин-циклазы. Когда джи-белок активирует аденозин-циклазы, их тоже известно несколько типов. Аденозин-циклаза вызывает синтез циклического аденозин-монофосфата. Аденозин-монофосфат активирует, связывается с регуляторными участками паритеринкиназы А, после этого освобождаются активированные каталитические участки, которые либо активируют эффектурные белки в клетке, либо активируют фактор, отвечающий на циклический аденозин-монофосфат, так называемый экспрессионный фактор КРЭП, который вызывает соответствующее связывание происходит с участком ДНК, тоже отвечающим на вот этот самый КРЭП-элемент экспрессионный фактор, и возникает экспрессия необходимых генов, запрограммированных для данной клетки. То есть вот эти два пути, которые имеют место при активации ДНК, связанных, рецептор связанных с ДНК, это просто пример, что они делают, хотя они делают еще много чего. То вот еще я покажу, какие процессы происходят при связывании с ДНК. Скажем, джи-белки могут активировать фосфолипазу С. Фосфолипазу С, я думаю, что Илья Борисович об этом вчера говорил, но здесь возникает, значит, целая серия событий. Выделяется фосфолипид, который называется ПИМ-2, образуются два мессенджера, инозитол-трифосфат и диацил-глицерол. Ну, я, может быть, повторюсь, но скажу, что инозитол-трифосфат взаимодействует с рецептором своим, наверное, деплазматическим ретикулами, вызывает выход кальция в клетку, и здесь активируются уже кальций-зависимые процессы, возникает кальмоголин, кальмоголин, активируемые киназы и так далее. То есть все это направлено на различные способы киназной активации эффектурных белков, характерных, специфичных для данной клетки. То же самое происходит с диацил-глицеролом, который остается в мембране, к нему подтягиваются протеин-киназы С, и тоже идут фосфоринирования необходимых субстратов. То есть смысл активации рецептора, связанных с джи-белками, они также могут активировать различные ионные каналы, различные другие экспрессионные факторы. Но конечный итог, конечный итог, это фактически два процесса. Это активация разными способами эффектурных белков, которые ответственны за клеточный ответ. И это активация генной экспрессии и ее изменений, которые тоже запрограммированы для данной клетки. Очевидно совершенно, что эти рецепторные образования в разных клетках имеют свою специфику, как по органам, так и по клеткам. И таким образом фармакологические возможности, но они буквально, так сказать, не исчисливы, поскольку чем более специфично, чем более точно мы поймем физиологию распределения вот этих рецепторов, связанных с джи-белками, тем более избирательные воздействия необходимые фармакологические мы сможем осуществлять. Я хочу сказать о том еще, что джи-белки имеют разные функции. Есть активирующие, есть ингибирующие, есть нейтральные. Их очень много тоже известно. Но об этом еще можно прочитать целую лекцию. Я здесь остановлюсь. Единственное, что хочу показать, что через джи-белки работают многочисленные эндогенные физиологически активные вещества, то есть нейромедиаторы, различные гормоны, простагландины и так далее. То есть, короче говоря, вот все эндогенные физиологически активные вещества, которые взаимодействуют с рецепторами, связанными с джи-белками, если вернуться к тому, что я сказал, что лекарственные средства формируются, синтезируются на основе эндогенных соединений, причем здесь главной задачей является пролонгация их действия, повышение избирательности, придание нужной направленности эффекта. И поскольку эндогенные вещества очень быстро метаболизируются, и такая заместительная терапия практически невозможна, потому что нужно улучшить фармакогенетические параметры лекарств, действующие. Мишени вот таким образом обозначены. Следующий тип рецепторных образований, которые задействованы в физиологии, это рецепторы, связанные с ферментативными доменами. Но наиболее распространенный тип таких рецепторов – это теразинкидазные рецепторы, которые являются, значит, рецепторами для факторов роста, для инсулина и целого ряда других соединений. Здесь мы имеем гликопротеин, который пронизует мембрану с экстраклеточным и внутриклеточным участком. Некоторые рецепторы представлены в виде демеров, некоторые в виде мономеров, но, тем не менее, практически при действии всех ростовых факторов эти даже мономерные рецепторы демеризуются. И эта демеризация необходима для того, чтобы после связывания с легандом возникало перекрестное фосфоринирование теразиновых остатков внутрирецептора. Вот эта активация перекрестных теразиновых остатков, она приводит к подключению целого ряда вспомогательных белков внутриклеточных. Это достаточно сложные процессы, но смысла нет их всех описывать, это долго. Самое главное, что в итоге образуется некий белок, обозначаемый как раз, который соответствует по функции G, белку, который взаимодействует с внутриклеточными мешениями. Вот, и легандное связывание приводит к активации этих, значит, процессов фосфоринирований. И эти рецепторы связаны с тремя основными каскадами. Вот здесь я привожу мапкиназный путь, то есть это вот раз фосфоринирует целый ряд киназ, в итоге появляется мапкиназа, который идет в гидро, который идет в гидро, и там вызывают соответствующие изменения экспрессии генов. То есть тоже каждая клетка, которая имеет такие рецепторы, она имеет свою специфику в связи с теми участками генома, которые активируются благодаря активации этих рецепторов. Для тиротинкиназных рецепторов выявлено три основных сигнальных пути. Это путь, связанный с образованием мапкиназа, о котором я сказал, который возникает в связи с образованием вот этого белка раз. Это путь, который связан с возникновением, с активацией фермента фосфоинозитил киназы. И это, значит, аккотекиназный путь. Вот этот путь. И это путь, связанный с активацией фосфолипаза С-гамма, который тоже приводит к каскаду событий, о которых я говорил, связанных с кальциевой сигнализацией. Все три пути обеспечивают в той или иной степени выживаемость клетки, рост, дифференцировку процесса метаболизма, нейропластичность очень важна здесь. И вот, скажем, аккотекиназный путь очень важен для ухода клетки от апоптоза, потому что, когда активируется аккотекиназный путь, то система БКЛ, которая ответственна за то, что клетка уходит в апоптоз или остается живой, аккотекиназный путь ведет клетку к сохранению, к уходу от апоптоза. То есть вот активация аккотекиназного пути, она очень важна в тех случаях, когда мы хотим решить вопрос, скажем, о стимуляции нейропластичности, о выживании, о ситуациях, когда у нас возникает проблема, скажем, после инсульта, когда нужно восстановить оставшиеся в живых клетках. Это очень важный для фармакологии путь, ну, так же, как и все остальные. И с другой стороны, тоже, скажем, когда нужно, наоборот, остановить ледочный рост, это онкологические проблемы, то возникает масса возможностей для ингибиции вот этих вот, значит, участков этих путей киназных, для создания ингибиторов киназы. Очень многие противопухолевые препараты основаны как раз на ингибиции этих киназ, и в частности белка АС. Ну, и, наконец, еще один рецепторный механизм, который используется в фармакологии, это механизм, связанный с внутриклеточными рецепторами, которые являются, значит, медиаторами эффектов стероидных препаратов. Это глюкокортикоиды, минералокортикоиды, половые стероиды гормона, тиреоиды гормон, витамин D, ретиновая кислота. Здесь эти вещества жирорастворимые, они проходят через клеточную мембрану и соединяются с внутриклеточным рецептором. Этот внутриклеточный рецептор в норме прикрыт шапероном, неактивен, а взаимодействие с легандом ведет к тому, что шаперон отскакивает от рецептора, комплекс образующийся идет в ядро, где вызывают процессы, связанные с активацией генетического аппарата, с активацией экспрессии. Вот еще один путь. То есть вот четыре типа рецепторов, которые я сейчас охарактеризовал, если в итоге говорить о том, чего они делают, то два основных процесса. Это активация эффектурных белков и это изменение экспрессии генома в ту сторону, в которую запрограммирована эта клетка. Ну, еще какие рецепторные взаимодействия. Кнутриклет, чтобы рецепторов, ну, не рецепторов, скажем, а рецептуатов, возможности для мишени. Кнутриклет, чтобы мишени в относятся, могут быть, структурные белки. Ну вот, например, для онкологии используется венкористин, который связывается с табулином и нарушается процесс имитоза. То есть вот такой цитостатический эффект. Ну, нуклеиновые кислоты сейчас, как вы хорошо знаете, тоже рассматриваются как бешит для лекарственных воздействий, создаются антисмысловые последовательности, создаются какие-то препараты, которые стимулируют репликацию, нарушают репликацию. То есть ДНК стало, ДНК, РНК, это тоже стали фактически фармакологические мишени. Экстроклеточные мишени. Ну, я уже говорил о ферментах. Вот можно привести еще один пример экстроклеточной мишени, который очень распространен для лечения сердечно-сосудистой с изоболеванием антреи. гипертензивных препаратов, скажем, это ангиотензин, превращающий фермент, который конвертирует ангиотензин-1 в вазоконстриктор и ангиотензин-2. Значит, если мы замедлим подействием на ангиотензин, превращающий фермент, мы получаем антигипертензивные средства, которые широко сейчас используются. Ну, то же самое ацетил, ангибитор ацетил, холиностеразы, усиливает трансмиссию в холиноргических синапсах. Есть уже новые подходы для неферментативной регуляции, для регуляции, не связанной с ферментами, скажем, это цитокины. Если мы хотим изменить что-то для лечения ревматур и деватрида, например, используется блокада значит, фактор анекароза опоколи, для этого можно использовать моноклональные антитела, которые сейчас широко применяются в фармакологической практике, в фармакологических исследованиях. Ну и еще один тип взаимодействий, о которых можно говорить, это взаимодействие с рецепторами, которые определяют возгрузности ангезии. Эти воздействия фармакологические важны для иммунных клеток, которые мигрируют в области воспаления, ну и применяются они также для лечения тромбозов, болезни крона и рассеянного склероза. Ну вот то, что я сейчас перечислил, это основные подходы, основные физиологические основы для фармакологической регуляции. Еще раз повторяю, что специфика, патогенетическая направленность и нацеленность на приличение той определенной болезни определяется пониманием физиологии и клинической теперь, как говорят, физиологии этих образований, выяснили их, вроде в патогенезе заболевания. Ну вот, чтобы привести общий пример о том, как работают лекарственные препараты, вот, скажем, допаминологический синапс. Вот какие фармакотерапевтические группы могут быть выделены на основе регуляции этого синапса. Это, скажем, препараты для лечения болезни Паркинсона, это препараты для лечения депрессии, это препараты для лечения шизофрении, это препараты для лечения расстройств дефицита внимания и прочих болезней. И вот я просто хочу показать все, что я говорил, и не устраивается так. Мы можем воздействовать на постсинаптические дофаминовые рецепторы агонистами, антагонистами в зависимости того, что мы хотим делать. Скажем, если мы хотим лечить шизофрению, мы ингибируем Д2 рецепторы. Если мы хотим лечить болезнь Паркинсона, мы действуем агонистами этих рецепторов. Это разные этапы воздействия на разные этапы синтеза дофамина. то есть на всех уровнях мы можем воздействовать ферментами как внутренней клетки, так и в клеточной щели. Скажем, ингибитор моноаминоксидазы повышают содержание катехоламинов в синаптической щели и используются первые поколения фактически антидепрессантов. Ну вот нет смысла перечислять, просто это иллюстрация того, что все элементы метаболизма нейромедиаторов они могут быть использованы в качестве фармакологических пишений. Вот по заданию Микола Арканча я должен сказать о самых разных подходах и в частности сегодня очень широко начиная с 2000 года обсуждается фармакогенетический подход. Но я вам скажу что, что фармакогенетика изначально была связана с выявлением некоторых фармакогенетических феноменов и цели фармакогенетические были связаны с индивидуализацией фармакотерапии. в самом общем варианте говорить. Вот после открытия генома вообще фармакогенетиков было немного до 2000 года. Я их всех знал лично. А сегодня фармакогенетиками стали все, понимаете, все занимаются геномным анализом. Что здесь важно отметить? Для моногенных заболеваний, для моногенных заболеваний, когда можно выявить некую мишень, определяющую фенотип заболевания, да, это возможности фармакологические здесь появляются, можно оперировать с этими белками и, так сказать, смотреть и решать вопросы о том, как подействовать на фенотип определяющий эту болезнь. Такие примеры уже существуют. Но я хочу сказать, что имеется очень много попыток и проводится огромное количество исследований, тратятся большие деньги, на выявление геномных ассоциаций с различными заболеваниями, с различными эффектами лекарственных препаратов при мультифакториальном контроле. Тогда фенотип контролируется множеством генов, а их иногда достигает число больше тысячи, понимаете, решение вопросов о фармакологических вмешательствах, но не является корректным. Почему? Потому что для того, чтобы решить вопрос, можно применять лекарство или нельзя, нужно понимать именно, что, какой конкретный процесс, какой конкретный белок или какая-то самая вкупность белков определяет вот этот патологический фенотип. Если этот вопрос не решен, то фармакологические подходы неуместны в данном случае. Поэтому сегодняшняя наука занимается при полигенном контроле очень сложным процессом. Вот те гены подозрительные, гены кандидаты, их интердуцируют в экспериментальную модель, смотрят, что происходит с фенотипом на этой экспериментальной модели, и в том случае, когда возникает ассоциация с тем белковым продуктам, которые эти гены контролируют, и фенотипом, вот тогда начинается фармакология. Ну, вот один из таких удачных примеров, скажем, создания препарата Пролео, который применяется для поддержания структуры костной ткани. Вот, примеров очень мало, и это очень трудоемкий. К сожалению, к сожалению, увлечение вот этими полногеномными анализами, оно немножко вводит в сторону, немножко вводит в сторону от реальных фармакологических разработок. Во всяком случае, в странах Европы, в Соединенных Штатах, уже начиная с шестого года, вот тот энтузиазм, который возник после открытия генома в отношении персонализации фармакотерапии, он, конечно, так сказать, получил свои ограничения именно на уровне оценки моногенности и полигенности контроля фенотима. Вот, значит, эти общие слова, я хочу завершить общую часть, и сейчас я хочу проиллюстрировать одной нашей разработкой институтской, каким образом вот можно, так сказать, от фармакологии уйти в физиологию и обратно. и этот процесс, так сказать, он именно сейчас актуально происходит, хотя начался уже несколько десятков лет назад. Вот одно из проблем, пример. У меня есть еще минус 7, да? Помню, Сочи. Пример. 60-е годы в урбанизации везде стрессы и все, и появились бензодиазепиновые транквилизаторы. Бензодиазепиновые транквилизаторы получили огромное распространение и занимали 70% в 70-е, в начале 70-х годов 70% фармацевтического рынка занимали бензодиазепиновые транквилизаторы. Мы тоже создали под руководством Василия Васильевича Завкусова бензодиазепиновые транквилизаторы, феназепам он называется, но поскольку были задачи еще связаны с экстремальной медициной, были предположения о том, что вот феназепам может помочь работать в условиях экстремальных обстоятельств. И вот когда, так сказать, этот вопрос стал определяться, то оказалось, что не совсем он может помочь, потому что у некоторых лиц от феназепама, ну и от других бензодиазепинов возникал истинно анксилитический эффект, то есть страх уходил, а у других возникал седативный эффект, то есть люди переставали возможность работать, управлять, скажем, автомобилем, другими какими-то сложными механизмами. И здесь возникла проблема, эта проблема стала перед лабораторией, которую мы организовали в 1973-м еще году в фармакогенетике, почему это происходит. И вот здесь нам очень помогли исследования, для того, чтобы подойти к этому вопросу, исследовали, которые проводил Дмитрий Константинович Беляев, который выделил разные формы, разные фенотипы, генетически детерминированные поведения в стрессовых обстоятельствах. вот, скажем, животные, мыши эмбрандной линии Балт-С, они демонстрируют при предъявлении ситуации новелти в открытом поле фризинговый фенотип, а мыши С57-Блэк-6 демонстрируют активный фенотип, активацию поведения. Мы еще и получили гибриды FF1, и оказалось, это очень интересная модель, потому что первого поколения гибриды поведенческие были сходны с животными С50-Блэк-6. И, оказалось, эта модель объяснила вот те эффекты, которые мы видели в человеческой популяции. У одних седативные эффекты, у других активирующие эффекты. Животные с фризинговой реакцией реагировали на бензодиазепин в низких дозах активации поведения, то есть это был истинно анксиолитический эффект. А животные с активной реакцией на стрессе с повышением уровня исследовательского поведения, условно их называем смелые и несмелые, вот смелые животные, у них возникала седация. Была получена модель. Получив такую модель, мы понимали уже тогда, что бензодиазбин действует через гам-гар-рецептор, имеет свой связывающий участок, сопряженный с гам-трансмиссией, и усиление гам-трансмиссии и входа ионов хлор в клетку ведет к анксиолитическому, седативному, вплоть до снотворного действия, так сказать, зависимости от этого тока, а сокращение входа хлор ведет к анксиогенному действию и до суда. Вот это уже было хорошо, физиология вопросов понятна, поэтому, естественно, получив вот такие различия в действии бензодиазбинов на инбарентных моделях с разной формой поведения в стрессе, мы решили посмотреть, а что же на первичном уровне фармакодинамики происходит на взаимодействии с рецептором. И оказалось, что ничего не происходит. Вот анализ взаимодействия с бензодиазбиновым рецептором, бензодиазбинового транквилизатора показал, что очень одинаково, практически кривые связывали взаимодействие с рецептором у животных с разным фенотипом поведения. То есть эта первая гипотеза оказалась неудачной. Зато оказалось очень интересно другое исследование. Оказалось, что без всяких препаратов, это уже физиология, я говорю сейчас переход в фармакологию и физиологию, физиология такова, что у животных с фризинговой реакцией в стрессе возникает резкое падение бензодиазбиновой рецепции. Вот оно, падение, да? а у животных, у которых нет реакции на этот стресс, никаких изменений в бензодиазбиновой рецепции не происходит. Вот это физиология. Если дать стресс посильнее, значит, взаимодействие с хищником, в обоих случаях происходит падение бензодиазбиновой рецепции. Ну и тогда стало понятно, что если мы предотвратим падение бензодиазбиновой рецепции, мы получим препарат анксиолитик. Это было сделано. То есть мы получили препарат, который предотвращал падение бензодиазбиновой рецепции и оказался анксиолитиком. Вот это клиника, у него хороший профиль, но он не взаимодействовал с бензодиазбиновым рецептором. И была найдена новая мишень. Оказалось, что этот препарат взаимодействует с шопероном сигборецептора. У меня уже где-то времени, но шоперон сигборецептора осуществляет массу взаимодействий с белковыми продуктами клетки, создавая их физиологическую конформацию. Вот афобазол, который мы создали, работает как раз через этот механизм. сигборецептор имеет легендный участок для связывания, поэтому это является очень интересной новой мишенью для того, чтобы осуществлять различные фармакологические воздействия, направленные на выправление конформации рецептурных образования ферментов и прочих белков, которые имеются в клетке. Но это уже материал, видимо, будет для следующей лекции. Единственное, я могу что сказать, что доказана зависимость эффекта анксилитического афобазола нашего от взаимодействия с сигборецептором и доказано, доказано, что не только взаимодействие с бензодиазепиновым участком связано с регуляцией сигборецептора с шопероном, но и все другие взаимодействия, которые осуществляют гамко-рецептор, тоже управляются отчасти вот этим шопероном. Это абсолютно новая область теперь для фармакологических решений, что касается адювантной терапии, более мягкой терапии, то есть целый цикл новых решений фармакологии возможен на основе вот этого выявления взаимодействия рецепторного образования шоперона. Ну, на этом я должен закончить, хотя еще много чего хотел сказать, но время кончилось. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогой и глубоко уважаемый Сергей Борисович, не только за эту прекрасную лекцию, которую вы сейчас прочли, но с ваш огромный вклад в физиологию и фармакологию, мы имеем честь наградить вас медалью физиологического общества имени Павлова на этом съезде. Поздравляю вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Большое спасибо для меня, это большая честь. Почему? Потому что я постоянно отстаиваю взаимосвязь фармакологии и физиологии, хотя имею в этом отношении очень серьезных оппонентов в медицинском отделении Российской Академии Наук. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ